Но, к сожалению, по моему мнению, от него не добиться такой уж достаточно искренности, как, например, от жены мэра Архангельса, Архангельска, Дмитрия Морева. Его жена Елена заявила, что ее супруг работает на паршивой должности в самом проблемном городе. Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны. Она об этом написала в социальных сетях под записью об отпуске ее мужа. Сам глава Архангельска совершенно образом никак не захотел комментировать заявление своей жены. Конечно, что он тут скажет. Да, и сам Морев занимает пост мэра Архангельска 2020 года. Слушайте, а как это зовут? Елена, Елена. Елена, наверняка кто-то из вашего окружения увидит эту трансляцию, это видео, передаст вам, возможно, да, пусть общими словами, но тем не менее. А что его там держат-то? У него что, паспорт забрали, что ли? Ему угрожают, он не может уволиться. Это что, аналог крепостного права какое-то? Ну пусть пишет заявление к чертовой матери, валит оттуда. Он почему не уходит-то? Да потому что это хлебное место. Это же возможность продвигать свои интересы или интересы близких людей, друзей, кого-то еще. Он что там находится-то? Ну, перерабатывает, как вы говорите, и так далее. Ну, понятно же, что, как вы выразились, самый проблемный город, там, регион, так он благодаря эффективной, в кавычках, работе вашего супруга таким стал. Он туда шел для чего? Чтобы изменить это, исправить. А он пришел и усугубил это все. И если уж говорить о том, что он должен уйти, он должен уйти не потому, что вы хотите, а потому что горожане, его в кавычках избиратели, почему в кавычках, потому что его не избирают, его назначают депутаты, жулики и воры, Единая Россия. Избиратели не влияют на его судьбу. Так вот, избиратели по массовому и всеобщему требованию его должны в отставку отправлять. А в силу того, что у нас обратная связь уничтожена, социальные лифты отключены, у нас нету возможности со стороны избирателей донести свое негодование, потому что законы изменили таким образом. Нет у людей больше возможности влиять на формирование исполнительной власти. Естественно, люди просто тихо закипают, тихо возмущаются. И если вы думаете, что это ему тяжело работать в таком проблемном городе, как вот она выразилась, да, это людям тяжело жить при таких условиях. Когда власть и люди приходят, которые не нравятся, не интересны, не нужны избирателям, они приходят, занимают это место, эти монопольные полномочия и бездействуют. Они молчат, когда сверху приходит команда сделать жизнь еще тяжелее, реализовать какие-то инициативы, принятие изменения. Они слепо это все оформляют, да, все это осуществляют. Почему? Потому что им место дороже, чем интерес у людей. Поэтому говорить о том, что ему тяжело, вот без выходных работает, пишите заявление к черту матери, валите в отставку. И не только в Архангельской области, а по всей стране. Каждый член партии «Единая Россия» априори, талантливый ли он человек, заслуженный ли он человек, с того момента, как он вступил в эту партию и стал представителем ее в тех или иных органах власти. Он обличен, у него нет ни фамилии, ни имени, он просто винтик в этом механизме, в этой чиновничьей, олигархической машине. Он должен собирать с людей налоги, поборы, последнее забирать. И в интересах государственного аппарата, государственной машины, чиновников и их начальства наверху, все это дело тратить. А люди, а люди вымирают, а люди сокращаются в численности. Два с половиной миллиона человек умерло в России за прошлый год. Два с половиной миллиона. И я думаю, Архангельская область внесла туда существенный вклад. Лепту, как и Саратовская область, как другие регионы, где бал правит «Единая Россия». И, ну вы понимаете, что большая часть, 80% от этой страшной цифры, это люди, которые умерли из-за нищеты. Потому что у них нет денег на лекарства, нет денег на медицинские операции или какие-то анализы. Вы понимаете, они едят некачественную еду, они работают без выходных и без отпусков. У них каторжная, 14-16-часовой рабочий день, 6-7-дневная рабочая неделя. И они работают нифига не за зарплату вот этого господина. Я вам сейчас рассказывал про мэра Саратова. Почти 6 миллионов рублей ежегодно обходится нам этот дорогой мэр. Ну это что такое? Почему реальная зарплата у гражданина 15 тысяч, реальная зарплата 15 тысяч, 20 тысяч. А городоначальник, который должен организовать, чтобы жители чувствовали себя хорошо, ни в чем не нуждались, получает в несколько десятков раз больше. Это что за неэффективная система? Ну вот как раз у Читы Моревых есть целых 5 миллионов причин, собственно, на этой должности оставить городоначальника. Ведь согласно антикоррупционной декларации 2020 года Дмитрий Морев заработал 4 миллиона, его супруга почти миллион. И они владеют квартирой и аж пятью нежилыми помещениями. Ну нормально, да? Офигенно, да? Они получают там сумасшедшие зарплаты. И это, помните, как в анекдоте про гаишника, а тут еще и зарплату платят. Там же огромная возможность для обогащения, неофициального обогащения. Так, естественно, куда он к черту матери уйдет? Он стремился туда, он хотел туда попасть. И тут, представляете, супруга, которая переклинила что-то, она тут бунт решила поднять. Я представляю, какой тяжелый разговор у них был дома с мужем. В принципе, этим обусловливается тем, что он не комментирует. А хотелось бы послушать его мнение, да? Как он, как раб на галерах, там трудится, бедолага, о себе не думает. Все для людей, все для людей. Я с ужасом всегда осмысливаю вот эти процессы, которые происходят в регионах, в замкаде. Да и в Москве не сильно ситуация отличается. Где власть зажратая, погрязшая вседозволенности, в скандалах, во всяких этих, значит, мутных схемах. И нищий народ, нищий, обездоленный, обманутый, угнетенный, обкраденный народ, да? И власть наверху еще недовольство высказывает. Как им тяжело живется. Какое-то сочувствие пытаются к себе вызвать, да? Какую-то в людях, я не знаю, там, поддержку пытаются услышать. Их люди ненавидя. Их люди не выбирали. Им навязали, поставили эту власть. Это какая-то феодальная структура уже, где приходит от царя с Москвы, там, с Питера, да, установка. Все, вот теперь он ваш здесь генерал-губернатор. И вот он ваш теперь, знаете, градоначальник. И все, и вы никакого права не имеете этому возмутиться. У вас нет такого права. Вот это нам с вами в очередной раз навязали. Только век поменялся.